Приветище! Ты, наверное, меня и сейчас спросишь, а что здесь, собственно, происходит? Объясняю. У нас произошла смена поколения. Если говорить простым языком, настало время молодежи. Короче, все маленькие приматики, они выросли, вон, видишь, здоровые стали такие бугаи. Те, которые были старыми, они, естественно, постарели и померли от старости. Теперь время молодых. 15 лет спустя. Ага, спустя 15 лет мы остались все на том же месте. Максимально эффективное развитие нейронной сети. И у нас сразу же первая генетическая мутация метаболизм. Получается, что мы сейчас играем за того детеныша, за которого играли в самом начале. Правда, он сейчас подрос и уже сам кого хочешь размотает. Спустя 15 лет ничего не изменилось. Также стоят вот эти вот ветхие постройки. Предлагаю посмотреть, что у нас с нейронной сетью сейчас. Ну вот, да. То, что мы зафиксировали, это все осталось. Остальное нам нужно открывать по-новому. Ну, что у нас в эволюции? Родилось 3, умерло 2. Достижение 8%. И мы можем прямо сейчас сделать эволюционный скачок. Ну, давай попробуем, что это. Мы, типа, с тобой сейчас эволюционируем. Эволюционные достижения. Плюс 24 тысячи лет добавлено. Вы усвоили питательные вещества из ягод. Плюс 24 тысячи лет. Сейчас идет подсчет того, чего мы добились за всю нашу жизнь. Точнее, за наше поколение. И это, я тебе хочу сказать, довольно долительный процесс. Так что давайте примотаю. Итак, краткое описание. Добавлено достижений. 21. Успешные свершения. 0. Фиг знает, что это такое. Годы за достижения науки. 647 тысяч 205 лет. Бонус за опережение времени. Плюс 100 тысяч лет. Годы за свершение. Плюс 0 лет. В итоге мы получаем разницу в 100 тысяч лет. Развитие опережает науку. Текущий эволюционный скачок. 747 тысяч 205 лет. Ты прикинь? То есть мы с тобой эволюционируем гораздо быстрее, чем это было в реальности. Смертей. 2. Минус 50 тысяч лет. Удалено. Новорожденных 3. Плюс 15 тысяч лет добавлено. Ага. В итоге у нас получилось, что опережение составляет 65 тысяч лет. Это было именно научное опережение. А эволюционный скачок у нас составил 712 тысяч 205 лет. Вы переместились во времени на 9 миллионов 287 тысяч 779 лет назад. Теперь вы вернулись в свое время. К сородичам. Ух ты, у нас место локации изменилось. Наконец-то дождались. Напоминаю, что это была наша первая с тобой эволюция. И да. Приматы не изменились. На людей они не стали похожи. Даже несмотря на то, что мы опережаем науку, все равно прошло еще слишком мало времени. Круто. Новое место. Шикарно. Наконец-то мы оттуда ушли. Так, хочу посмотреть на свою нейронную сеть. Там что-нибудь изменилось, нет? Где поспать? Есть где поспать? Здесь что, нет лежанок? Серьезно? Придется себе кроватку самому сделать. Так, значит, нам нужны вот эти вот листики. И побольше. Я думаю, два нам хватит. Моя царская лежанка будет вот здесь вот. Бросаем все сюда. Все, четыре таких листа. И мы можем начать стройку. Что ж, начинаем построить. Всегда прикалывал, как макаки строят. Просто бей об землю и все само построится. Изучено новое действие. Строительство. Теперь вы умеете возводить постройки. Я и до этого мог. Ложимся. И смотрим нашу эволюцию. Метаболизм. Новая способность. Усвоимость питательных веществ. Теперь одна порция пищи дает вам больше энергии. Просто шикарно. Это получается, когда мы сменили поколение. Метаболизм у нас еще был в консервированном таком состоянии. А когда мы эволюционировали, эта способность для нас раскрылась. Ну а в целом все так же осталось, как мы и фиксировали. Изменилось лишь только время. У нас прошло 16 лет и 101 день. Итак, с чего ж начать? Ну, во-первых, у нас дикий сушняк. Но это не важно. Нам нужно сменить пол. Хотя нет. Пол мы не будем менять. Нам нужно размножаться. Поэтому поиграем пока за самочку. Теперь нам нужно с кем-то замутить. Это у нас самка. Где самцы? Что-то у нас как-то... Вон там по-любому самец. За бабочками сидит наблюдать. Ну да, глянь. Бабочки в дождь летают. Офигеть. Их должно было пришибить этими каплями. А нет, я ошибся. Это не самец. Это самка тоже. У нас что, в стае одни самки? Что-то как-то мы неправильно эволюционировали. Тут на хавчик пробило всех. Понабежали, смотри. Сейчас будем самца искать. Вот этот черный, черный. Ты самец? Нет, самка. Самка. Во, нашел. Нашел. Здорово, бугай. Давай, короче, я за тобой поухаживаю. Вот так вот. Ммм, какие у тебя вкусные буказки. Параобразована. Отлично. Пять утра, но ничего. Ложимся. И зовем нашего нового партнера. Ну, поскольку мы это уже видели. Тут все одно и то же. Давай я это как-то пропущу. Ништяк. Я это все пропустил дело. У нас есть маленький новый детеныш. И он единственный в нашем поселении. Надо бы ему братика сделать. Или сестричку, да? Чтобы одиноко не было. Больше детей. Больше. Пропускаем. Все. Теперь у нас два маленьких детеныша. Прикольно, что прошло 15 месяцев. А тот первый еще не повзрослел. Давай-ка мы пошаримся по джунглям. Куда пойдем? Что нам поближе тут? Вот это вот местечко близкое. А вот это вообще прям вот тут вот рядышком. Ой. Кажется, я его распознал сразу же. Найдено новое место. Джунгли. Укрытие с хлопковым деревом. Ну, это то место, где мы, собственно, сейчас и находимся. Вы нашли в джунглях укрытие с одним хлопковым деревом. Интересно, а что-нибудь я с этим хлопковым деревом делать-то могу? Или оно просто тут есть? Есть. О, грибочки. Так. Давай-ка посмотрим. Теперь я могу нормально грибы есть? Или они все-таки у меня вызывают... Ну да. Они вызывают у меня диарею. Желудок еще к ним не привык. Видимо, с сырыми употреблять их все-таки нежелательно. Ух ты, смотри. Новое дерево какое-то нашел. На нем какие-то фруктики интересненькие. Ну-ка, давай поближе подаем. Похоже на огроменный виноград. Что это такое? Изучить я это никак не могу. Ладно, поднимемся сейчас. Опа. О, что это за фрукт такой? Новая еда. Финик. Это финик. О, а ты-то что здесь забыл? Еще одна мартышка прибежала ко мне. Ну-ка, давай попробуем это. Зря, зря, зря. Конечно, я потряс его. Я хотел его съесть. Посмотреть, какой эффект он нам даст. Ну-ка. А ничего он нам и не дает. Мы просто утоляем голод. О! Новый нейрон сформировался. Всеядность. Это все при помощи грибов. Благодаря их отравлению. Слушай, хватит за мной ходить. Между прочим, это моя самка. Чего она за мной шастает? Тебе надо дома сидеть с детьми. Тигр! А ну, пошел вон. Я тебя сейчас напугаю. Нет, не напугаю. Валим. Валим. Двигательные функции у нас сформировались. Конечно. Тут такое дело. Блин, кажется, она... На мою... Жену напала. Надо ее спугнуть. Как ее спугнуть? Напугать. Нет, не лечь. Надо напугать. Беги! Битва с тигром подзатянулась. Сейчас я попробую его напугать с дерева. Он пошел вон. Ух ты ж, анаконда какая! На дерево сбирайся! Капец, мои самки! Сейчас попробую напугать, конечно. Так, она ее отпустила. Это хорошо. Но на нее накинулся тигр. Это плохо. Какой-то замкнутый круг. Анаконда, сожри ей! Наконец-то! Наконец-то она сожрала этого тигра. Или тигр сожрет ее. О-о-о! Это больно. Будешь знать, как жрать обезьянок. Ужасный вид. Давай изучим его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Анаконда-то здесь еще? Найдено новое дикое животное. Питон. Мы знаем этого питона, между прочим. Все. Слава богу, мы свалили. Надо жену отвезти в стаю. Слава богу, змея оказалась не ядовитой. Яда у нее нет. У нее просто кровотечение. И у меня тоже кровотечение. Поэтому ты остаешься ждать здесь. А я нам сейчас что-нибудь раздобуду. Хотя, что далеко ходить. У нас же тут вот растет. Отличное средство. Как подорожник. На, обмажься. А, погоди. Это не моя жена. А где моя жена? Женушка. Ты где? Я тебя потерял. А, вот она ты. Я, прикинь, там другой приматихе чуть тебе траву не дал. На, вот возьми. Молодец. Мажься лучше. Ох, ешки-матрешки. Как высоко. Так ощущение, что забирайся на какой-то небоскреб. Слушай. Капец. Ну тут, конечно, красиво. Очень красиво. Смотри, какие там водопады огромные. Джунгли тут, конечно, роскошные. Итак, мы залезли на вершину этого огромного дерева. Предлагаю сделать открытие. Как это место называется у нас? Вековое дерево. Нифига себе, на чё я взобрался. О, ты глянь, орлиное гнездышко. Не понял, чё происходит? Чё случилось? Кажется, метеоритный дождь прошёл. А я всё опять профукал, как обычно, да? На дереве просидел. Вижу, вон там, вон дымок небольшой. Кажется, туда упал один осколок метеорита. Вон на тот вот островок. Надо бы туда слетать. Да, вон он лежит. Я прям вижу его. Так, давай мы здесь уже начнём прыгать. На листву. О, это была плохая идея. О, ништяк. Я удачно на самом деле приземлился. Тут как раз красные листики. Сейчас мы это всё положим дело. И покушаем. Красный перелом это серьёзный перелом. Отлично, мы восстановились. Продолжаем наше путешествие. Идём к метеориту. Ну, твою ж за ногу. Сидел, трапезничал. Тут тигрёныш прибежал. Опять удачненько упали с тобой. Слава богу, здесь была вода. И ещё и лечебные травы, которые помогут мне заткнуть мои раны. Мы подошли к этому островку. Там бегемоты, что ли? Реально, бегемоты плавают. Круто! Надеюсь, они мне помогут добраться на тот остров. О, а это что такое? Яйца какие-то. Тут, наверное, крокодил, да? Давай посмотрим, что это за яйца. Найдено новое яйцо. Крокодилье. Ну да. Ну, давай, значит, захаваем. О! Тигр! А где крокодил? Мне нужен срочно крокодил, чтобы он схавал этого тигра. Капец. Вон дерево. На дерево скачем. Быстрее на дерево. Давай, 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 давай. Фух. Залезли. Так. Что-то со мной происходит не то. Что, я подустал, что ли? Или я от старости загнулся? Ну вот. Селенок у меня было нема. Предлагаю всю стаю все-таки взять. Я понимаю, что эта вылазка будет опасна, но нужно будет ее всю взять и идти к метеориту. Не понял. Еще один что-то он съел не того и траванулся, что ли, конкретно. Опять мы потеряли еще одного примата. Очень плохо. Минус два примата. Итак. Мои любимые приматы. На сегодня вылазка завершена. Двое наших погибло. Предлагаю вздремнуть. Укрепление организма. Теперь вы быстрее восстанавливаетесь после отравления и травм. Новая способность. Профилактика. Теперь вы дольше не восприимчивы к отравлениям и травмам. Ну, что хочу сказать. На сегодня все. Если тебе понравилось, то с тебя лайкосик и комментосик под видосик. Ну и конечно же, конечно, не забывай подписываться, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в новом видео. Увидимся в новом видео.